Итак, всем привет! С вами Стасянчик ТВ, и мы с вами продолжаем проходить Хронокросс. В этой серии мы чуть-чуть продвинемся по сюжету. И, как я и обещал, начнем ловить призывных монстров. Я постараюсь собрать всех, по-моему, седьмого вроде бы уровня. Так, кто у нас самый первый будет? Вот. Давайте посмотрим, кого мы поставили. Так, самый первый у нас стоит Соня и... И Единорог. Хорошо. Почему я взял по одному элементу? Потому что в новой игре Плюс, насколько я помню, вроде бы они... Все призывы убираются. То ли вот все седьмого уровня и восьмого, то ли только восьмого. Но... Плюс ко всему нам достаточно только одного, потому что... Ну, на каждый цвет. Потому что, чтобы призвать, нужно счетчик поля сделать полностью того цвета, кого вы хотите призвать. И тот, кто должен призываться, может призвать только тот цвет. Ну, тот игрок, который вот именно этого же цвета. Грубо говоря, если вы хотите призвать Красного Волка, вам нужно заполнить поле красным счетчиком. И Красный Волк должен стоять у персонажа с красным враждебным элементом. Так, значит, первая Соня, да? Так, 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 так. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, по-моему, нет. По-моему, в лесу Соня. Так, сейчас будем пробовать метод тыка и ошибок. Вот, по-моему, нужно вот из этих, и чтобы он был один. Если он будет один, то это будет идеально. Вот. Один. А вот об этом я не подумал. Он ведь сейчас, наверное, умрет. Да, нет. Только не умирай, пожалуйста. Так. Нет, не умер, смотрите. Какой мощный. Вот так выглядит ловушка на призыв. Теперь просто ждем, когда наполнится поле полностью зеленым, и... Я надеюсь, он не перебивает этим. Нет, не перебивает. Надо быть аккуратным, потому что они, видите, они тоже расставляют ловушки, и я не помню, на что. У меня даже это нигде не записано. Так, и сейчас он призовет Соню. Так. Все. Соня наша. Можно попробовать посмотреть. Может, он еще раз сейчас призовет. Посмотреть, как это выглядит. Ну, это не факт, я просто не знаю, правда. А, причем, смотрите, видите, ловушка его убралась. То, что либо его бы сработало, либо наша. Давай, призывай Соню. Если сейчас не призовет, то добиваем его. Да, добиваем. Я просто тогда не вижу смысла. Хотя, ну, сейчас еще один раз. Если ничего. Да, все, добиваем. Значит, у него один. Мы как бы использовали. Ни туда, ни сюда. Так. Все, Соню мы поймали. Так, дальше у нас единорог. Я, наверное, сразу буду еще и показывать, как они выглядят. Хотя бы и единорога видели. Вот нам дали еще ловушку Соню. Которая нам уже не нужна. Так. А, че бы нам поставить? Запрет все. Месть. Ммм. А пока ничего не будем ставить. Мы сюда как раз призывные будем всем ставить. А, нет, почему ничего? Че я говорю-то? Так. Атака. Самый-самый низ. Че ж я глупости-то говорю. Так. Так. Красный волк. А на этом у нас единорог, да? Да, по-моему. Да, единорог. Так. Давайте посмотрим, может кто-то призовет все-таки. Потому что самому призывать это очень-очень геморно. Надо, чтобы он обязательно был один. Вот, отлично. Вот, давайте. Можно поатаковать и еще не быть зеленым. Какой-нибудь удар сделать, чтобы побыстрее приблизить. Шкалу наполнить зеленым цветом. Шкалу наполнить зеленым цветом. Вот. Сейчас у нас будет поле полностью зеленого цвета. Он же не умер. Нет, не умер, слава богу. Так, и ждем. Он поставит ловушку, потом еще ловушку. И призовет Соню. Ну, по идее, он должен призвать Соню. Немножко. Что за фигня? Подождем. Помон, дура. Огромное количество ловушек просто. А может, можно только одну Соню поймать, наверное. Да, наверное, даже поймать можно только одну, получается. Видите, они даже не применяют ничего. Он, наверное, тоже пытаются нас славить. Да. Значит, мы увидим только тогда, когда я буду использовать сам Соню. Но это будет не скоро. Главное. Тогда добиваем. Так. Следующее мы должны... Это вот, запомните, это вот именно в домашнем мире все нужно проделывать. Всех, кого мы сейчас ловим, это только в домашнем мире. Там, по-моему, только голем будет ловиться. В чужом. Так. Если вы к этому моменту не получили Старки, обязательно получите Старки. И если вы к этому моменту не получили этого, не поговорили на корабле с Ники по поводу плана, то обязательно вот сейчас поговорите, потому что это вот единственный момент, наверное, когда можно это сделать. Успеть еще. Не то, что единственный момент, когда можно сделать, а последний момент. То, что следующее действие вас приведут к последствиям. Так, Бульба, значит, чтобы поймать Соню, Бульба-Бульба должен был быть один. Чтобы поймать Единорожка, нам нужно, чтобы было два Додо стояло. Поэтому мы сейчас будем ждать, когда будет именно всегда в бою два Додо. Но только два Додо и больше никого. Примечательно, что они используют на этой ловушке. Так. Во фангая, да, у нас? Вы можете расставлять кому хотите. Ловушки это не принципиально. Точно так же я мог и Старке дать ловушку, и еще кому-нибудь. Так. Единорог. Ловушечка. Все. Теперь ждем. А хотя чего ждать можно? Спокойно кого-нибудь побить. Как бы вам никто не запрещает. Надо убрать, кстати, у Линкс. И вот, видите, единорог. Так, есть. Вот его можно будет Старке дать. Нет. Точно я забыл, что лучше не использовать. Так. Единорог есть. Соня есть. Сейчас мы как раз восстанавливаем. Так. Да, во-первых, в экипировках. Тлесман демона на... Что поменять? На Пендрагон. Так. Элементы. Единорожек. Где единорожек? Ну, принца-лягушки мы не будем ловить. Я даже не знаю, можно его словить. Нет. А, ну, наверное, нельзя больше еще одного. Так. Единорог. Ну, вот как раз за место ультрановое. Так. И здесь... Так. Голема мы сможем поймать только в родном мире. Вот. Главный корабль сможем здесь. Так. Теперь отправляемся за Красным Волком. То есть у нас уже три призыва есть. Вроде бы он Красный Волк или Огненный Волк. Не, по-моему, Красный. Так. Ну, тут безравенца, откуда нам выходить. Главное, ни с кем лишним не сражаться. Так. Обманули маленькую собачку. Так. Не, ну, вы можете и сражаться. Это безравенца. Так. Красный Волк, Красный Волк. Красный Волк у нас находится у Хот-Доггити. И тоже в домашнем мире. Они должны выступать либо один, либо и должно быть двое. Вот. Это у нас вот здесь. Берег пира. И, по-моему... По-моему, надо входить не вот с этого входа, а вот с этого западного. По-моему, он с западного входа. Должен быть. Да, вот они. Прямо сразу. Так. Какие-то тоже не подходят. Тут они, видите, с котом. Они должны быть без кота. Либо вдвоем, либо один. А, вот с котом. Давай, иди сюда. А вот, он один, отлично. Так, красный волк у нас у Линкса. Главное, чтоб он кони раньше времени не отбросил. Отлично. Так, защищаемся, защищаемся. Так, надеюсь, надеюсь, это он. Да, вот красный волк. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот так вот. Так. И нам останется только... Потом голема, да, поймать? Так, сейчас мы пойдем за галактическим кораблем. Ну, вот туда вот попасть я сделал очень большую ошибку. Огромнейшую просто ошибку. Сейчас я вам покажу какую. Туда попасть в этом прохождении мы не сможем. Потому что я заморозил всю лаву. Ее нельзя было замораживать, насколько я помню. По-моему. То, что это все еще не точно. Может быть, я туда и пройду в будущем. Но, по-моему, я не смогу туда пройти. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот этот кусок. Карты нельзя было замораживать, потому что теперь я не смогу глыбу отодвинуть. Ну, мне так кажется. Может быть... Может, я ошибаюсь. Где? Снегменты. Или бросать. Илиա, escol 치 Machop. Здесь же не знаю... Дальше, а теперь ничего. Наход cellul discussion на канале. а надпись на ритон и сдохнет но хотел показать единорога получится надо больше врагов что было по массивной вот вот эта вот штука преграждает мне проход потому что лава заморозилась и ничего я сделать не смогу по идее или же вот здесь вот где-то должен был открыться проход может вон там вот то что где-то вот должно было открыться я вот не помню я только потом вот когда увидел что там внизу что то есть у меня прям прям как по голове ударили ну ладно это не страшно по крайней мере вы знаете если что лаву вот этих кусках не замораживаетесь на начальной во второй карте вот но мы это во втором прохождении видим так следующее у нас по-моему был главный да наверное главный корабль как он находится вот здесь выбивается он его можно по моему еще есть темных котов в другом мире но пока мы здесь нам проще здесь это сделать так что я вам показываю самый-самый ранний способ получить все это нужно вот на изи хайр фрейм нападать он должен быть один больше никого не должно быть только у кого мне главный корабль по-моему него и более само собой должно быть полностью черным а это будет проблематично вот из-за таких атак так надеюсь я не ошибаюсь потому что у меня как видите я попал по одной ловушке иначе придется возвращаться в марбл ой он еще и это будет делать да наверно все таки надо было на катах отгранировать ну а сейчас посмотрим а вось обойдется на кого купить на старке давай гравитованному конечно ну не я буду ждать до последнего на старке оживить еще успеем вот он главный корабль вот он главный корабль на старке ну не страшно сейчас мы старки так восстановим так давайте даже сделаем вот так вот так а ему дадим голема так ой нет так капсул что-то я совсем уже не тех лечу так здесь мы собрали по муссе да красного волка соню единорога и главный корабль в принципе лягушки у нас есть это пятый да остался голем голем по моему в домашнем мире нету по крайней мере я не помню ну и в тетрадке я смотрел у меня там не записано у меня в тетрадке записано что в другом мире надо искать так у меня один таритов пять штук я в принципе дополнительно добывать его не буду но вы можете вот здесь его добывать через зельбес там теперь заместо радужной ракушки в рулетке будет постоянно один тарит по моему вот я не помню здесь давайте еще зайду интересно все таки посмотреть я вообще сейчас еще зайду по всяким магазинам пройдусь тут в округе так сейчас мы спустимся убрали они преграду нету заодно посмотрим нет потому что если бы они убрали то по моему здесь уже были бы ученые вовсю лазили бы а я что то их не наблюдаю но мы сейчас посмотрим нам в любом случае вот сюда спускаться да преграда так и осталось еще еще вот это проверим а вот интересно у него может быть гулин он же тоже желтый что то ее честно говоря даже никогда не задумываются во-первых было бы неплохо один зенатарит хотя бы получить сейчас посмотрим а а а И конечно сомневаюсь, что он у него есть, но вдруг Яркий глазун, а яркий неудобно Да, похоже нет, у него призыва Ну ладно, сейчас тогда разобьем его Сейчас попробуем главный корабль призвать Вдруг получится А ведь может получиться А у меня уставки вообще черного нет Так, поле черное Ну нет, не дает Ладно, тогда забиваем Хотя еще есть возможность, да? Если линксом сейчас набрать Нет Похоже возможности нету Потому что все элементы нету, да? Ну можно, давайте единорога попробуем призвать тогда Че уж мелочится Наши как минимум единорога мы можем призвать, да? Видите, как это все сложно Подписывайтесь на наш канал digging До этого Пошли � Ну-ка. Нет, не дал. Ну и ладно. Сейчас узнаем, динаторит у них есть или нет. По-моему, у них нет динаторита здесь. В этом мире, кроме как на корабле Зельбес. Да, только метрил. Так. Ну, вам повезло, я знаю, где находится голем. Ну вот. Сейчас на всякий случай поговорим. А, попозже. Говорит, что нужно прийти попозже. Ну, попозже так попозже. Так. Давайте тогда сплаваем еще вот сюда за элементами. Посмотрим, может, что-нибудь изменилось. Какие-нибудь новые, может, появились. Конечно, навряд ли, но вдруг. По-моему, у них, да, что-то есть? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Точно нет. Сейчас доку смысла нету отдавать в медицинский справочник. Потому что у вас его в партии не было, и он как бы ничего не изучит. Так, пусть побольше будет. Некоторых. Некоторых уж нет. Ну вот, тогда нам здесь особо делать нечего. Значит, отправляемся на пляж Опаса, в наш родной мир. По-моему, мы здесь сделали все, что могли на данном этапе. Вот, надеюсь, я ничего не пропустил. Если я что-то пропустил, то я вам обязательно об этом сообщу. Так, отправляемся на пляж Опаса. Так, 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 так. Мы как бы восстановили искажение времени, и теперь мы можем перемещаться по пляжу Опаса туда-сюда спокойно. Так, вот, появилось, да. Не знаю, слышите, не слышите, там что-то жена общается с кем-то по телефону. Так, астральный амулет. Вот еще одно доказательство, что разработчики не доделали игру. Видите, на Сиро же была заставка, на Линкса заставки нету. Либо им места не хватило, либо еще что. Видите, кошки откуда-то взялись. Вот они нас увидели, испугались. И решили отступить. То, что они не понимают, в чем проблема. Их вызвал темный Сирж. Ну, так, вот, зимой. Ну вот. И исчезли. Спасибо. Ну да. Я не могу. Так. Я не могу. Смотрите, а он здесь радужные ракушки собирает, как ему пожелается Вот нас предупреждают, что очень много монстров разгуливает Смотрите продолжение в следующей серии Вот так вот наше имя, так сказать, опорочили в этом месте Но пока мы никуда идти не будем, на данный момент мы пойдем за големом Голем находится в болотах Гидра Вон у того По-моему это Центаур 5 какой-то там Он водится вроде бы только в этом мире Но только у них можно поймать голема Если я не ошибаюсь, там без разницы сколько их будет в количестве находиться Хоть два, хоть один, хоть трое Самое главное, чтобы поле было заполнено желтым Надеюсь, я прав Да, Центур 5 Да Вот Пожалуйста Теперь голем тоже наш Н thriller Посмотритеça Посмотрите om Корр honor Вы И Вы Пр Gir После Вы Вы Сейчас можно будет попробовать вызвать главный корабль Сейчас он сделает что-нибудь Вот землетрясение делает Так, и начинаем с Линкса У него все элементы превращаем в черный Потом фангай делает гравитационный удар Дальше Линкс делает гравитационный удар Так, дальше защита Защита Нет, не дал Вот видите, насколько это сложно сделать Практически нереально И, кстати, вот землетрясение, вы знаете, что можно из них выбить Да, сложно Надо, конечно, чтобы у каждого персонажа было хотя бы по одной черной мании Панцирь и поднятие Но самое главное для нас это вот Голема мы получили И его устанавливаем В фангайо Так Я вот думаю Заместо аквалуча может быть дать что-нибудь Тот же гравитационный удар Или превращение в черный Нет, я на гравитационный удар лучше Давайте за место аквалуч дадим гравитационный удар И попробуем призвать еще раз на ком-нибудь Надо только найти кого-то Кого-то помощнее О, я знаю кого Наверное А может и нет Я не помню здесь они А, ну вот можно еще раз на этих напасть Самое главное оставить одного И использовать по полной катушке Свои навыки Он же не один Нет, опять двое Так Вот, теперь начинаем И остается в Юнксе на месте один удар Надеюсь нам получится это сделать Да? И вот он главный корабль Наш Один из первых призывов Который мы увидим Вот так он выглядит Неплохо Да? Вот В чем прикол? Сейчас увидите Снова таки Если вы убиваете кого-то призывом То вы получаете Один из предметов Который нужен для создания радужного предмета На данный момент это вот яркая сажа Яркая сажа всегда будет при использовании черного призыва Попадаться И ее будет выпадать ровно столько Сколько раз вы Призовете Не сколько раз вы призовете Ровно столько Сколько раз вы Сколько врагов останется на поле Если вот например вы убили призывом Трех персонажей Именно вот призывом То вам дадут три сажа Если двух то две Так ну все Вот видите звездочка отнялась Теперь у нас 25 из 26 Мы всех поймали Я вам показал как это делается Насколько это легко и просто Вот На этом мы с вами закончим данную запись Она будет короткая И дальше мы уже будем проходить по сюжету Мы с вами пойдем В деревню Арни Узнаем как там дела Пробежимся по скале ящериц Сосприк И видите у нас уже закрыта деревня сосуда Будем проходить повторно ее Дальше все будем проходить В общем Вот Можно также будет сходить на МСВО И посмотреть Что там изменилось Не изменилось Вот Сюда я думаю нет смысла идти Водопад Божественного Дракона Как вы понимаете Здесь у нас уже в лодке нету Потому что мы сейчас в облике Линкса А последний раз мы здесь были в облике Сержа Вот В общем Как-то так Спасибо всем за просмотр Спасибо что оставались с нами на этом канале Со мной С вами был Стасианчик ТВ Подписывайтесь Ставьте лайк Ставьте дизлайк И всем пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому